Время шесть часов вечера. Я решила выйти чем-нибудь позаниматься. Сегодня я даже отдыхала, потому что у нас ночью был дождь, с утра был дождь, и вот сейчас недавно был дождь. Но вот тут смотрю, какие-то ходят. Может быть, снова будет дождь. Завтра нам даже обещают лето. Без дождя это уже хорошо. И вот думаю, что я сижу, надо что-нибудь делать. Позволила сегодня я себе отдохнуть. Ну, как позволила. Просто мое тело уже само не хотело ничего делать. У меня же такая плохая, вредная привычка. Если у меня какая-то работа, я не могу сидеть спокойно, мне надо идти и делать. Я ложусь только, когда ложусь спать. Сижу, когда, например, я кушаю или пью кофе. Или чай. Вот тогда я и сижу. В основном я что-то делаю, что-то делаю. И вот сегодня я даже не записывала. Думаю, ай, ничего, записывать не буду. Все, буду отдыхать. Но нет, я поспала. Я хорошо себя чувствую. Даже голос немножко сиплый. Попила кофеечек. И думаю, так хорошо птички поют. Иди, Калвина, в огород. И вот мы с вами пришли в огород. А что я буду делать? А буду я делать... Вот мне надо золу. Вчера мы здесь нажгли. Вечером... Вечером нажгли золу, золу, как правильно говорится. Я Валеру попросила свою вот эту бочку укрыть. Потому что, ну, я знала то, что будет дождь. Чтобы у меня, в общем, не намокло ничего. Я решила попросить мужа. Так, я, наверное, не буду. Я вот так просто уберу. И сейчас все я это соберу в ведро. Нет, столько жгли, и нифига залы тут немножко. Ведерко маленькое всего лишь. Я сначала думала, вот в это, короче, ведро. Вот в это ведро забрать золу и накрыть. В итоге собрала, оно еще не прогорело. В итоге намочилось. Я не закрыла. Так, ведерко мне надо. Ведерко. Здесь у меня есть. Ведерко, правда, с водичкой. Надо бы сухое. Тереть чем-нибудь. Требки никакой. Ладно. Так, надо взять какое-нибудь приспособление, совочек. Пошла на веранду, возьму совок. Совочку буду собирать. Хотя, зачем совок здесь вот у меня есть? Что-то типа такого. Нет, это слишком тонко. Слишком тоненькое. Все сырое. Ничего высыхать не успевает. Ладно уж. Немножко, думаю, ничего страшного будет. Что-то не прогорело. Угольки. Угольки, наверное, лучше не ложить. Сейчас вся буду белая. Вся буду в белом. Зашла в черном, вышла в белом. А это я, наверное, залу на морковку побросаю. Потому что я на нее вообще уже ничего не это. Ни залу, ни доломитовую муку. Мы вчера еще к соседям ходили в баньку. Нас позвали. Я уже влог как бы уже не записывала. Уже все смонтировала. И вот с девчонками сходили. Сосед так натопил баню. Обычно мы последним ходим. А они как бы, ну вот, буквально недавно топили. Когда я от мамы приехала. И, получается, соседка предложила. Алвин, пойдешь? Я говорю, нет, Оль, я очень сильно устала. После мамы, после огорода приехала. Не пойдут. Спасибо большое. Я говорю, в следующий раз обязательно. И вот она, соответственно, запомнила все это. Сосед решил попариться. И говорит, Алвин, пойдешь? Что, баню натопили? А никто не парится, в общем. Баня-то стоит натопленная. Что там после одного человека? Я говорю, да, Оль, конечно. Вот уже сходили с девчонками. Напарились. И такая была жарень. Такая была жарень. Мы окна все открыли. Дверь открыли. Все открыли. Потому что дышать было нечем. Что-то у меня тут с опилками, ой, с угольками этими получается. Ладно. Бук с ним. Потому что если я сейчас не наберу, у меня потом под дождь попадет. Я себя знаю. Уже лучше так, чем совсем никак. И вот вчера перед баней, получается, я сидела на лук, кидала доломитовую муку, которую вот купили в фикс-прайст, когда ездили. Когда я лопату искала, доломитовую муку. Но мне хватило только на полторы грядки. Надо еще будет купить, чтобы рассыпать. Все, до капельки вместе с землей соберу. Сейчас хоть Валера мне стал гвозди эти вытаскивать из золы. До этого он закинет и все. А я потом сижу, выбираю эти гвозди. А это так бесячее. Сначала вроде бы ничего, а потом начинает раздражать. Но вот некоторые все равно попадаются в гвоздики. Пойдет. Морковку надо полоть. Ну вот я сейчас раскидаю в золу. От золы, когда кидаешь, по крайней мере, видно. Видно сорняки. Ну и рыхлишь еще половину. Гвоздики-то все равно попадаются. Куда-то надо в одно место складывать. Я сейчас наброшу, а потом порыхлю и заодно пропалю. Столько металлолома. А потом еще рыхлю собираю. Да нет, что-то дофига гвоздей. Что-то я расхвалила Валеру. Но гвозди много. Все равно. Закидать буду на эту грядку. Сквозь свою собственную сейлку просею. А угольки вот сюда буду кидать. Здесь у меня эти, господи, подсолнухи и кукурузу я посадила. Сама говорю вам про цветы, а сама не показываю. Да, вчера я высадила все цветочки. Здесь я посадила матиолу. Вот здесь вот портулак посадила. Кофе я здесь, по-моему, не сажала. Сейчас заодно посмотрю свою. Не могу найти, чем я рыхлю, получается. На лапку похожую такую собачью штучку. Куда-то я вчера ей пользовалась, куда положила и не вижу. Вот здесь вот у меня кохия. Здесь получается как бы все такое большое будет. Кохия будет большая. Ирисы подрастут. Вот пиону здесь, кстати, очень хорошо нравится. Я до этого, он у меня вот здесь вот сидел. Здесь что-то плохо. Что-то им вот здесь не нравится. Ни винограда не нравилось. Ничего. Там, видать, керамзит, глины. Не знаю, что там внутри, внизу, в почве. То, что там плохо растет. Ну, вот здесь вот вроде бы получше. Он такой, хотя бы расти пиончик начал. Головки пока я не вижу, чтобы набирал. Ну, что хотя бы в рост пошел, это меня уже радует. Здесь получается кохия. Кохия будет, я ее буду постригать вдоль забора. Черешня. Ирисы. Ирисы. Вот. На этой грядке что я посадила. Еще везде этот посеяла. Вот здесь вот посеяла львиный зев. Здесь семена тоже в прошлом году собирала. Посеяла прям конкретно грядку. И здесь тоже портулак. Потом рубейки вот это вот. В общем, пусть у меня здесь растет. А вот эту розовую ромашку я сюда пересадила. Ей плоховатенько тут. Ну, потому что пересажена, да. Она вот как будто бы будет заново. Заново восстанавливаться. Цвести, скорее всего, не будет. Потому что она уже в цветении. Я ее сюда перенесла. Ну, ладно. Думаю, очухается. Вот здесь вот не знаю. У меня семян было много ипомеев. Сюда посеяла. Не знаю, зайдет, не взойдет. Потому что здесь тоже нехти какая почва. Здесь и глина, здесь и щебенка, здесь и песок. В общем, не земля, не чернозем. Вот, ну, посеяла. Что зайдет. Если вдруг будет расти, вот так вот на забор нитки натяну. И будет красивенько. Здесь у меня тоже портулак. Потом левкой. Два портулака, получается, по краям, посередине левкой. Они, как бы, вот эти же лилии высокие. А вот эти не такие высокие. То есть портулак будет видеться красивенько. А левкой он чуть повыше, наверное, сантиметров 60. Здесь у меня тоже зимует, зимует. Ждут своего часа цветочки, которые поедут к маме. Здесь рудбекия, получается, матиола, астра и левкой. Не знаю, левкой выживет или не выживет. Но вот сидит. Сидит. Здесь я тоже и помею посадила. Вот тут вот все у меня. Портулак. Да что? Маме еще портулак я положу. Ну вот где? Где вот эта штучка, в которой я работала? Куда я ее могла засунуть? Может быть, девчонки у меня ее куда-то? Не знаю. Вот хожу. Один раз ходила. Не могла найти. Сейчас опять. Фузевс. Как там говорят? Домовой, домовой, поиграй и отдай, да? Не знаю, не могу найти. Представляете? Мне так ей удобно рыхлить. Так удобно рыхлить. Она получается вот как раз для таких вот мелких, когда морковка не такая высокая. Так раз, раз и хорошо. Фузевс, хватит тявкать. Вот куда я ее положила и найти не могу. Ладно, сейчас поищу. Да, домовой отдал. Несколько раз сюда подходила, не видела в упор. То ли сливалась, то ли что. Сейчас я ее почищу. Перчатку вторую найду. Ага, перчатку не смогу. Перчатками там. Мелкая травка. Буду так полоть. Голыми руками у меня маникюр все равно никакой. Нормально. Нормально. Что-то вообще не могу раскачаться. Зашла домой. Надо взять резинку для волос рыхлить. Мне удобно будет. Видимо, очень хорошо я поспала. Прям очень хорошо поспала. А еще, еще я похудела на 2 килограмма. Это уже все. Это уже что-то много. Вот вам и фитнес. Вот вам и фитнес. Если я до огорода весила 49 килограмм. Вот сколько я тут сажаю? Ну, фигня я тут сажаю. Сколько? Две недели. Три недели. Ну, если... Ну, две недели пусть будет, да? Если все это сложить все вместе, две недели. Вот за две недели я спросила 2 килограмма. Я вчера, когда после бани зашла к соседке, скажу спасибо за баню. Вижу, у нее весы стоят. Я говорю, обработают? Можно мне взвеситься? Ну, давай. 47 килограмм. Вот у меня... Ну, как я и говорила. Это всегда так. Как только у меня начинается вот такая движуха. Вот мой вес 49 килограмм. Чуть меньше, чуть больше. И вот когда я начинаю сажать, когда я начинаю двигаться в огороде, у меня сразу же моментально 2 килограмма минус. Все, надо. Поэтому я думаю, нет, Алвина, так дело не годится. Давай-ка, давай-ка. Поэтому я всегда, когда меня кто-то летом видит, особенно родственники, сразу, Алвина, ты что так похудела? У меня щеки впадают, у меня сразу лицо худеет. Лицо, ноги, жопа, руки, живот на месте. Ну, то есть все равно еще после родовой живот, да. Ну, не сказать то, что там... Ну, 47 килограмм, какой жир, да. Но все равно как бы эти жировые-то есть, они и должны быть. И я хоть и этому очень рада, что у меня хоть на животе что-то есть. Вот. А когда я худею до 47 килограмм, там ничего не остается. Меня этот вес вообще не устраивает. После золы все руки. Меня этот вес совершенно не устраивает. И мне надо поправляться. А чтобы мне поправиться, мне надо ничего делать. Кушать и ничего не делать. А как весной ничего не делать? Я зимой-то делать? Ничего не делать не могу. А весной тем более. Весна-лето, да. Вот такие вот, короче говоря, дела. И поэтому сейчас надо как-то это постепенно восстанавливаться, потому что, ну, мне не нравится. И вот это всегда так. Это столько лет подряд. Я когда, например, беременная, у меня вес, естественно, набирается. Какие-то, может быть, отеки. Нос вот такое, лицо вот такое, все дутловатое такое большое. Ну, беременные женщины. Женщины меня поймут. В принципе, и мужчины тоже видят, как. Женщина меняется во время беременности. Я рожаю ребенка, то есть я на 20 килограмм, например, 20-22 килограмма я поправляюсь. Я рожаю ребенка, я сразу же, хоп, 53. 53 килограмма. С ребенком там может быть, ну, килограмм 70, 65. А ребенка рожаю сразу же 53 килограмма. И буквально год, полгода, год я восстанавливаюсь и обратно возвращаюсь на свои 49 килограмм. Всегда так. Но это после родов. Раньше я была, ну, немножко такая, ну, как еще ребенок. Такая, как бы, кругленькая. Такие кругленькие черты лица. А уже после вот этих вот всех гормональных, уже когда детей начала рожать, да, замуж вышла, у меня уже более острые черты лица стали проявляться. То есть вот, ну, лицо, видите, да, скулы, все грязными руками по лицу. Вот, видите. Ладно. А, еще что хотела сказать. И вот, не знаю, вот это вот сорти, моющее средство. И вот смотрите, я за месяц уже три, наверное, банки сорти использовала, посуду мыла, да. И у меня опять закончилось. Я что хочу сказать? Вот кто бы что ни говорил, но все равно я возвращусь, скорее всего, к фэри. Пусть он стоит 200 рублей, большая бутылка, да, 250, но мне хватает вот этой бутылки фэри, ну, на месяца 3-4. А здесь полтора литра сорти мне не хватило. Ну, на месяц, может быть, хватило. Может быть, на месяц. И поэтому я вот сижу, думаю, ну, это вообще ни разу не экономно. Она какая-то жидкая. Ну, что наши, ну, вот какое вот есть такое средство. Аос мне тоже не нравится. Он раньше был хороший, сейчас я не очень. Вот, то есть я вот к фэри, вот, больше фэри. Он и экономичнее расходуется, он и пенится лучше. Ну, короче, одни плюсы. Аос раньше был более-менее хороший, а потом опять его начали бодяжить, начали что-то с этим аосом делать. И в итоге, говоря, я пришла к сорти. Вот, к фэри. Сначала к фэри, а потом к сорти, да, цену увидела, офигела. А сейчас офигела то, что, блин, лучше я отдала 200 рублей и вообще забыла то, что у меня тут нету моющего средства. И вот сейчас надо моющее средство опять покупать. Вообще меня это не устраивает. Ну, а сейчас, сейчас я попью кофеечек. Сейчас Валера должен еще подъехать. Попью кофе и пойду. И пойду работать. Пойду работать. Соберу волосы. Я по-своему времени стала делать кудряхи, кстати. Мне так нравится. Волосы расчесал и уже укладка. Еще хотела я у мамы кончики подровнять волос. Ну, они не секутся, слава богу, все хорошо. Но концы уже под истощились. И то есть их надо срезать. А раз мы у мамы работали, так в итоге мы их забыли. Вот, поэтому в следующий раз обязательно на Троицу приеду, на родительское. Там тоже, не знаю, можно постригаться, не знаю. Короче говоря, я в эту родительскую-то не смогла поехать. Помните, Валера ездил на кладбище, получается, к своим. Настю он брал, а Элиза тогда болела, и я не поехала. Никуда. Не в Кудеевку на кладбище. Там у нас все в Кудеевке. Не в Уфу к Валере, да? Элиза, когда у нее была температура-то под 40. Не под 40, а 40. И вот, а в эту, думаю, родительскую обязательно надо будет. Если Валера меня даже не сможет отвезти, потому что такое бывает. Сейчас у него шабашки всякие разные, да? Ну, не всякие разные, а шабашки косят, звонят, косят рову. Если он даже не сможет, то тогда я сяду на электричку и уже на электричке доеду. Потому что мне надо на кладбище. Я такой человек. Я люблю... Ну, не то, что... Так, конечно, я выражаюсь. У меня... Надо еще кофе пить, потому что у меня еще голова не работает. Люблю, говорю, такие праздники, хотела сказать. То есть я к таким праздникам серьезно отношусь. То есть если родительское, значит, надо на кладбище. Значит, ну вот как-то вот я все это чувствую. Ну, как-то мне самой туда надо. Вот. О, Валера подъехала. Хотела кофе с водой, а муж привез молоко. Сейчас буду пить кофе с молоком. Ну, не хотела я идти за молоком. Я пошла в огород. Я болтаюсь сегодня, такая болтушка, выспалась. Надоел? Нифига ты надоел. Сегодня корова 4 литра молока надоела. Сейчас что купил. Что купил? Казинаки. Вот, кстати, очень вкусные казинаки. Восточный гость. Свежие семечки. Пченки хорошо едят. Орио, помидорки. Бежала, почему помидоры? Не сказал. Здесь у нас в хозяйственном магазине, ой, в хозяйственном местном магазине огурцы почем? 60? Вчера 63, да? Нет, 60 вчера было. Ну, все равно тепличные, да? Чувствуются? Ну, уже хорошие. Натуральные, не как гладкие. Абсолютно. А помидоры почему? 119, что ли? Сейчас, смотрите, вот я тоже хотел. Что-то помидоры вообще не дешевеют ни разу. Там от 139, вообще. 130, да. 140 рублей. Что-то магнит вообще обнаглел, уже май заканчивается. Да, блин, 129 в этом были. Пятерочки? Да, лучше, там, я думал, магнит 119 там написано. Да что-то вообще магнит это. А типа узбекские, что 279 там, они такие. Вот какого фига вообще, да? 300 рублей. Не, надо вообще на колхозку съездить. Ну, вон там, надо. На солнышке. Кофеечек попьем. Ой, хорошо. А если бы были грядки прополуты, было бы еще лучше. Еще бы было лучше. Ветер поднялся. И что-то как-то прохладненько. На солнышке вроде сидишь. Хорошо. Может, стул еще холодный? Ой, вот здесь вот в огороде вот этот стул офигенно. Надо еще такой. Вот сижу и думаю. Идти работать или не идти работать? И что-то как-то время уже. Ладно, поработаю. Сейчас кофе допью. И пойдем работать. Работать. Ну, у нас еще так-то есть 3 дня впереди. Ладно. Хорошо сижу. Прекрасно. Чтобы ветра холодного не было. Ветра холодного не было. Вообще было бы замечательно. И желательно позагорать. Попили. Ой-ой-ой. Все. Площейок попили. Так. Бедрож хотела взять. Говорят, конечно. Работа не волк в лес не убежит. Но душе-то спокойней. Моей. Все прополем. И будет чистота. И будет красота. Так. Морковку, наверное, еще немножко прорядить. Надо будет. А то здесь она слишком, слишком часто посажена. Я, потому что сажала морковь, наверняка. А то вдруг какая-то не взойдет. Чем больше, тем лучше, да? Вот и у меня тоже так же. Уже спокойно. Уже не сидишь и не переживаешь. И у тебя что-то не то. Сейчас так потихонечку. Мне кажется, вот здесь вот вот эти две полоски все взошли первые. А вот эти, как будто бы, еще не все. Ну, я в основном порыхлю. Здесь трава слишком мелкая. Все, наверное, не пропорешь. Что-то хорошо хватается, что-то плохо. Но если сейчас не прорядить, вот здесь вот промеж моркови, ой, не прополоть, то потом будет так неудобно. Морковь большая. Не залезть, не подлезть. Она чуть подрастает, морковка. И вот корень какой-нибудь, корешочек, сорнячочек, ты берешь, и морковь за этим сорняком тащится. И мне это очень не нравится. Вот иногда я даже и не прореживаю. Потому что знаю, если, например, вот так вытянешь, у меня такое иногда случается. Кстати. А морковку мы очень сильно любим. Мы же и салатики делаем зимой. И Лиза с Настей. Ну и Валера мы все с сахаром. Вот так вот раз натер. И очень вкусно. Как даже десерт с сахаром. Я помню, когда маленькая была раньше, я себе по две, по три делала. Мама говорила, нельзя так много кушать моркови. А хотелось. Я натру себе морковки и сижу, телевизор смотрю и поедаю морковь. Вот надо бы снова начать кушать, потому что с монтажом видео, со влогами, конечно, зрение уже как будто бы начинает садиться. То есть в телефоне много проводишь времени. Зрение садится, поэтому надо что-то такое, чтобы поддерживать свое зрение. Так, ну все, я прополола. Не идеально. Все равно еще будет, но уже куда лучше, чем было до. Валера тут разжег мне бочку новую. Девчонки вон пришли. Это что такое? Не надо так показывать. Отойдите, здесь горячо. Я аж даже подзамерзла, я вам скажу. Даже как-то холодно. Я не знаю, что я иду. Я, я иду. Я иду. Я иду.